В ближайшие две недели на Ледовом поле возле Абаканского дворца молодежи в мини-хоккей с мячом будут играть чиновники Хакасии. Первый матч состоялся накануне и в этот же день детско-юношеская школа Олимпийского резерва отметила первый юбилей. О самых важных спортивных событиях недели в нашей рубрике «Спортивная среда». Две недели чиновники Хакасии будут играть в мини-хоккей с мячом. Первый матч состоялся накануне вечером. На Ледовое поле вышли команды пяти ведомств. Победу в первом матче одержали представители Верховного совета. Понаблюдать за игрой чиновников можно каждый день на хоккейной коробке АДМа. Последняя серия игр состоится 16 декабря. Хакасский спортсмен привез золотую медаль с международного турнира во французской Ницце. Валерий Баргаяков занял первое место по спортивной борьбе в весовой категории до 55 килограмм. Он одержал победу над победителем молодежного чемпионата мира российским борцом Владимиром Адамяном. В ближайших планах хакасского спортсмена участие в сборах в составе главной команды России «Батлери» и турнир в Тюмени. Не все из них еще умеют читать и писать, зато ракетку держат уже с уверенностью и большим интересом. С каждым годом желающих занять своего ребенка настольным теннисом становится все больше. Люди более стали относиться к спорту с такой позиции, что это необходимо для развития ребенка. В общем-то детей очень много приводят заниматься. Сейчас они только учатся не упускать мяч из поля зрения, тренируют удары и движения. Но пройдет время и имена многих из них появятся на почетной доске школы, которая научила их всему. Накануне детско-юношеская школа Олимпийского резерва отметила первый юбилей. Дата небольшая, но за эти пять лет ее тренерам есть чем похвастаться. Спортсмены участвовали в Олимпийских играх, одерживали победу на соревнованиях не только всероссийского уровня, но и международного. За спортивные заслуги некоторые воспитанники получили звание мастеров спорта. В этой школе сосредоточены все тренеры-преподаватели, которые тренируют основной состав сборной республики Хакасии. Могу похвастаться, что и сборная Сибири, и сборная России. Виды спорта распределены по городам и районам. В Абакане вы можете заняться вольной борьбой, легкой атлетикой, дзюдо, настольным теннисом, плаванием. Принимают детей в спортивную школу с 6 лет до 21 года. Занятия абсолютно бесплатные. Все расходы на себя взяли власти республики. Молодежь из Абакана интересуется, как будут определять в этом году лучшего спортсмена года. Стартовало народное голосование по определению лучшего спортсмена года республики Хакасия на официальном сайте Министерства спорта и туризма. Суть заключается в том, что номинанты в этот список вошли спортсмены, которые уже являлись победителями лучшего спортсмена в месяцах Хакасии. На сегодняшний день идет активное голосование. Всего победителям номинации лучший спортсмен года будет двое. Первого выберут зрители, а второго специальная комиссия. Субтитры создавал DimaTorzok